МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ННТВ «Прямая линия» с губернатором. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в нашей студии готов ответить на мои вопросы и вопросы телезрителей. Вечер. Добрый, Валерий Павлович. Добрый вечер. Свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого указан на ваших экранах, а также посредством интернета. Наш адрес сети www.nnntv.tv Валерий Павлович, сегодня свои награды получили лучшие, по мнению пациентов, врачи Нижегородской области. В этом году Народная медицинская премия получила очень широкий размах. Практически четверть миллиона человек проголосовали за лучших. На ваш взгляд, лучший современный врач, как он сегодня выглядит? Безусловно, современный врач должен обладать профессиональными знаниями на очень высоком уровне. Он должен владеть современными передовыми медицинскими технологиями. Он мог использовать самые эффективные лекарственные препараты, уметь работать на современном оборудовании медицинском. Ведь только вот на наших глазах произошли вразительные изменения во всех областях медицины, особенно в проведении операций. Высокотехнологичных, в первую очередь. Кто, например, думал, что операции на сердце могут делать сегодня, не вскрывая человека, заводя туда соответствующие инструменты через сосуды. Это вообще кому бы сказали, он бы сказал, да нет, не может быть. Поэтому это не обсуждается, это должно быть. Безусловно, это непременные условия сегодняшнего врача, чтобы он мог показать профессиональную помощь. Высокая квалификация. Но это, наверное, не все. Второе, он прежде всего должен быть отзывчивым, добрым человеком, который бы вместе с пациентом смог организовать борьбу организма против любой болезни. Потому что если этого не происходит, то вряд ли можно с ними справиться с этими болезнями. Поэтому доброе слово лечит, доброе слово наставляет пациента на концентрацию всех жизненных сил для того, чтобы побороть болезнь. И вот такие врачи, которые сегодня являются с пациентами как бы уже родными, и которые не мыслят себя без этого врача, они и опускают в эти урны свои бюллетени. Причем говорят, что скоро их не на штуки будут считать, а на килограммы. Столько их уже складывается. Можно будет на весах устанавливать, кто кого победил. Вот действительно, я уже сказал, четверть миллиона человек. Как вы такую активность оцениваете? С чем ее связываете? Я связываю, что это хороший проект. Это очень важно, чтобы самая честная оценка, это оценка пациента, и важно, чтобы она присутствовала в нашей жизни. Это прежде всего нужно врачам. Потому что заработная плата, социальные условия, это, как выяснилось сегодня, для настоящего профессионала, врача, не самое главное. Для него важно признание его заслуг, его профессиональной работы. И если бы это был плохой проект, его вряд ли бы стали копировать. А у нас сейчас он уже вышел на окружной уровень. Такая премия присуждается уже в Казани, в Башкортостане, в Самаре, в Перми. Это говорит о том, что это прекрасный проект. Потому что мы недавно отмечали столетие хохломы. Хохлому тоже подделывают по всему миру. Плохой не подделывают. Потому что это хороший проект, хороший промысел, хороший продукт. Хорошо, пообщаемся с телезрителями, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Валерий Павлинович. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Николаевна. У меня вот такой вопрос. На территории Нижнего Новгорода, в разных районах, расположены садоводческие товарищества. И после окончания весенних субботников, садоводы просто в массовом порядке вывозят мусор за пределы своей территории. И оставляют его прямо на дорогах, на обочинах. Ну, после нас хоть поток просто. Такую картину, в частности, можно наблюдать вот у нас на улице Пикетова. Вопрос. Существует ли какой-то орган, который контролирует деятельность садоводов? Спасибо вам. Таких органов несколько, если говорить с точки зрения благоустройства. Работая с бытовым мусором, прежде всего, это административно-техническая инспекция. Я обязательно сделаю поручение, чтобы с теми садовыми товарищами, которые так себя ведут, разобрались бы с руководителями и со всеми участниками. Особенно дам поручение отдельно по улице Пикетова Елена Николаевна. Я думаю, что в ближайшее время там порядок наведут. Хорошо. Накануне отмечалась скорбная, трагическая, печальная дата. 22 июня – это начало Великой Отечественной войны. И в 4 утра, в те часы, когда, собственно, начиналась война, в Нижегородском Кремле прошла акция «Свеча памяти». Прошло уже, собственно говоря, три четверти века. Вот спустя 75 лет, даже сегодня, что для вас лично, для вашей семьи эта дата? Знаете, 22 июня 1941 года – это, наверное, самая трагическая дата в истории страны нашей, в истории народа. Но страшней кровопролитней войны человечество еще не знало. И, безусловно, потери в этой войне, особенно у нашего народа, они самые большие. Практически, не называя цифр и какой-то статистики, можно сказать, что война поглотила целое поколение молодых, талантливых, полных сил людей, которые являлись цветом нации. И, если говорить про семьи, то она тяжелым таким сапогом протопталась по каждой семье российской. Нет такой семьи, где бы не было потерь. А некоторые семьи, и таких семей очень много, война просто выкосила. Не исключение и наша семья. Отец у меня воевал, прошел всю войну, был контужен, ранен. А вот его брат родной, Александр, погиб в первые годы войны. Был сапером, закончил училище военное, и подорвался буквально в первые месяцы войны. Погиб молодой, красивый. Я видел его фотографию, я назвал в честь него своего сына. Я после этого назвали мы вместе все моего старшего внука, который вот в этом году закончил финансовую академию. Уже выше меня на голову. Поэтому мы знаем, какой ценой нам далась эта великая победа, этот исторический подвиг. И самое главное, что мы должны из этого сделать уроки. Мы должны суметь защитить свою родину, свою страну, свой народ. И ни в коем случае не допускать больше такой страшной трагедии для нас. Посмотрите, ведь за счет чего эта победа была достигнута. Трещал камень, плавился металл, кипели реки, ничего не выдерживало. И только человек, советский солдат и труженик тыла выдержали этот напор пероломного врага, стойкость, мужество, воинское братство, самопожертвование. Все это было продемонстрировано в массовом порядке. В массовом. И именно это позволило добыть эту тяжелую, но великую победу. И сейчас у нас много проблем. У нас есть полное понимание, что страна должна быть сильной, мощной. И она может быть только тогда, когда мы извлекаем уроки из прошлого и растим будущее поколение. Помните слова нашего гимна? Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Вот так было. Это они, ветераны наши, прадеды, деды, отцы, которые объединились вокруг отчизны. Верность отчизне проявили. Так есть это мы с вами все. И так будет. Мы должны воспитать поколение, которое бы эту традицию продолжило. Тогда страна будет жить. Хорошо. Возвращаемся к разговору с телезрителями, слушая моих проблемах, их вопросы. Вечер, добрый вечер. Валерий Павлинович. Добрый вечер. Я, Куниса Валентина Александровна, обращаюсь к вам с просьбой помочь нам у нас на улице две колонки. Одна колонка работает, но до нее далеко не идти, а другая не работает. С просьбой отремонтировать нам колонку. Мы неоднократно обращались в администрацию поселкового совета, председателю законодательного собрания. И это все идет три года. И нам отвечают. Нет средств. А мы все пожилые люди, инвалиды. Помогите нам, пожалуйста, Валерий Павлинович. Последняя надежда опять, губернатор. Побудить администрацию решить этот вопрос. Вы говорите, нет денег. Человек, который хочет работать, ищет способы. А кто не хочет, ищет причины. И оправдывание. Нашли себе причину. Денег никогда много не бывает. Это и в семье, и в поселковом совете, и в районе, и в городе, и в области. И в стране нашей. Хотелось бы всегда денег больше. Но надо уметь распределять ресурсы. И мы потребуем этого внимания к нуждам и чаяниям тех жителей, которые о нем служат. Хорошо. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел очередной международный экономический форум. Вы были его участником. Наверное, для нижегородцев особо интересен проект, о котором сейчас очень широко заявили. Это проект «Цитадель», созданный Никитой Михалковым. Вот чуть подробнее, что предполагается все-таки сделать, какое здесь будет участие региона. Участие региона уже проявилось в период формирования этого проекта. Дело в том, что мы хотели там, в Павлово, построить в Павловском районе, в районе города Горбатов, построить горнолыжную спуску современную. И такой проект начали готовить уже. Он прошел несколько итераций. И Никита Сергеевич в окрестностях как раз этих склонов построил несколько своих уже городков, декораций. Он там снял 13 фильмов. Ну и он пришел инициативно и сказал, а что, давайте объединим усилия и сделаем такую туристическую рекреационную зону, где бы была и культура, и киноиндустрия, и спорт, и развлечение, и спа, все услуги. Тогда люди будут приезжать туда и могут проводить там и день, и два, и отпуск свой. И активно, очень интересно провести свое время. Вплоть до того, что, допустим, кто-то захотел свадьбу свою провести в таком городке средневековом. Надоела ему цивилизация. Вот там есть уже построенный такой городок, там есть деревня наша, по всем канонам построена. Это режиссера. Режиссер пишет сценарий свадьбы. По этому сценарию утвержденному проходит вся свадьба. Ее снимают. Сильно нестандартное время. А на утро тебе полный фильм. Так можно и дни рождения, и какие-то знаменательные даты проводить. Плюс необычность всего нужна. Вот, допустим, горнолыжный спуск. Ну, просто горнолыжный спуск, это одно. А когда рядом стоят танки, там, они резиновые, правда, будут, там, элементы войны. И где тебе рассказывают об истории войны. Рассказывают о том, что Россия никогда не была агрессором. Что она все время защищала себя. И если уходила на свои территории, А если уходила на чужую территорию, то вела там освободительную войну. А не захватническую. Да. Все это надо следующему поколению передать. И вот это сочетается. Там будет, вот я уже рассказывал о каких-то павильонах, где можно снимать кино. Там будет спортивная часть, очень серьезная. Конно-спортивный комплекс, каток, плоскостные сооружения, большое футбольное поле, теннисные корты, баскетбольные площадки, волейбольные площадки. То есть можно спа-салон, где различные услуги есть. Можно спокойно. Пристань там, имитируется пароход, правда, современный, который туда будет приплывать. То есть вот такой парк развлечений для взрослых, для детей. Такой комплекс. Ну вот Голливуд вы были там? Нет. Вот съездите, такой Голливуд будет у нас. До Павлова с удовольствием. Будет время и возможность там съездить. Будет не хуже, а приземленнее, более понятный для нас. Такой деликатный вопрос. Этот проект требует достаточно серьезных затрат. Областной бюджет будет? Да, он стоит 7 миллиардов. Областной бюджет будет в этом как-то участвовать? Или это все-таки деньги частных инвесторов? Прежде всего это будут деньги частных инвесторов. Но там же на форуме я повстречался с руководителем Ростуризма, Олегом Сафоновым. И он признался, что по масштабам, по качеству проработки таких проектов в России нет. И они с удовольствием включат его в программу развития туризма России. На уровне федерации. Там выделяются существенные деньги для того, чтобы развивать туризм в России. Ну, я думаю, что будет солидное софинансирование со стороны федерального бюджета. Все наши возможности мы будем использовать для решения инфраструктурных вопросов. По дорогам, по водящим, по энергоресурсам. Это мы всегда делаем по любому проекту. Я понял. Ну, я думаю, что цитаделью поездка в Санкт-Петербург на форум не закончилась. Наверняка было еще много встреч. Мы проводили массу встреч с представителями посольств. Я встречался с послом Англии. С представителями иностранного бизнеса. И компаниями немецкими, испанскими, португальскими. Заключили мы контракты на 13,5 миллиардов рублей. Для сведений в прошлый раз мы на 6,5 миллиардов всего подписали. Хороший контракт – это Юникерамика. Они у нас построили фабрику по производству обоев, Палитра Дзержинский. Сейчас они хотят построить завод по производству керамической плитки. Это тоже очень важный строительный материал, который используется везде. 5 миллиардов капитальные вложения. Около 200 новых рабочих мест с высоким уровнем производительства труда. Подписали контракт с компанией «Тандер». Это оператор и владелец торговой сети «Магнит». У них уже сейчас около 400 магазинов. И они хотят построить распределительный центр в Дзержинске. Тоже около 1,5 миллиардов вложений. 990 новых рабочих мест. Для нас это очень важно. Это серьезное пополнение нашей налогооблагаемой базы. Решение многих социальных проблем. А потом современные производства нам важны и нужны. Хорошо, успеваем ответить еще на один вопрос телезрителей. Наверное, еще одну тему успеем затронуть. Вечер добрый. Здравствуйте, Валерий Павлинович. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. И у меня такой вопрос. Почему платное социальное такси с подъемником для инвалидов-колясочников принимает заказы только по городу или загородные дома отдыха, но не на дачу, находящуюся загороду? Спасибо. Ну, наверное, потому что у нас много заявок. Если это социальное такси будет выпадать на полдня, на дальние расстояния, то, наверное, будет очень ограниченное количество людей получать эту помощь. Но надо посмотреть, насколько сегодня пропорция и динамика здесь развиваются в сторону, допустим, заказов в садоводческие товариства, на дачные участки. Я дам такое поручение. Если это реально возможно, конечно, надо будет обеспечивать. Вы уже затронули тему хохломы. Действительно, в минувшие выходные в Семеново прошел большой фестиваль «Золотая хохлома». А поводом явилось 100-летие, вековой юбилей нашей любимой, известной на всю страну, на весь мир и фабрики. В каком состоянии, в каком настроении, если хотите, встречает оно такую дату? В стране очень хорошее. Это празднование проходило в рамках международного уже 13-го фестиваля «Золотая хохлома». Сам-то промысел, он возник 300 лет тому назад. И сейчас мы празднуем 100-летие основания производства. До этого это был удел надомников, кустарей. Те, кто, собственно говоря, и открыли этот способ обработки дерева с золочением, без использования драгоценных металлов. На всякий случай. Да, да, да. Это настоящие изделия, которыми можно пользоваться. Есть горячий суп, пить горячие напитки. И не боятся, что там что-то облезет, повредит твое здоровье. Уникальный совершенно промысел. Это стержень наших народных промыслов. Вот мы там построили музей «Золотой хохломы». 150 лет в России не строилось музеев народных промыслов. Мы первые построили за этот промежуток. В 9 раз увеличился поток туда посетителей, туристов. И вообще поток туристов во многом увеличивается за счет «Золотой хохломы», потому что это визитная карточка матрешка, золотая хохлома. Визитная карточка не только нашей земли Нижегородской, это всей России. Удивительные метаморфозы происходят с этим промыслом. Если побывать в музее, а я всех приглашаю в этот музей, то вы увидите, сначала это были темные какие-то изделия, мелкие рисунки, а потом все развивалось, развивалось. Сегодня это золотая хохлома, это краски, это обилие красок, это выразительность орнаментов. Мне там показали изделия, такие шкатулочки, и говорят, вот это нынешний хай-тек, хохлома хай-тек. Все эти изделия, которые они выставили, мы их не будем продавать, мы их оставим в музее. И убеждены, через сто лет будут смотреть на эти изделия и сказать, какая же была унылая хохлома. То есть все развивается так, что промысел этот становится современным. Он потребляется не только на выставках или в каких-то музеях, он уже и в одежде, он уже и в мебели, там стоят машины расписанные под хохлому. Байкер сидит на мотоцикле под хохлому. Я его спрашиваю, ну а ты зачем? Он говорит, круто, круто, современно, модно. Поэтому все это на сегодня радует, что мы сохранили этот промысел. И вообще, по темпам сохранения народных промыслов, Нижегородская область снимает первое место в России. Замечательно. Ну что ж, на этой мажорной ноте, тем более, что время наше в эфире подошло к концу, мы прощаемся через неделю в этой студии в это же время. Спасибо за участие в программе. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»